живые мои дорогие телезрители ответствовать о новом выпуске мионок пока сидит смотрит мичка вон она в окошке starbucks я завтракать маша кофеечек пить что она уже время у нас сколько 10 маруся 6 утра как обычно работает сегодня у нас будет три или четыре мелких хайка там типа по 5 километров по 7 километров что-то такое вот погуляем и под вечерок опять в планах не позже 9 вернуться домой и утро началось с города эшленд заехали starbucks я съел два круассанчика маруся кофеек все взяла вишни накупила 20 километров до хайка хайк называется но место куда мы едем гризли пик то есть там какая-то гора на ней сидит мишка вильдернис по полной везде знаки стоят осторожно едьте медленно потому что тут baby оленчики вот как бы ладно baby оленчики я хочу мишку увидеть гризли пик не зря называется вон он спереди я вижу о да кошек нет смотрите прикол угу погнали боли но все асфальт а нет вот опять посмотри ну я думал я кайфанул некий фономару сибири на рядышком но все равно сейчас хорошо так жарил все четыре тапочки гребли как ну что лапочка отдыхай пойдем искать миш 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 нету мишки погнали луб трейл четыре целых 70 миль что-то вроде 6 километров подъем 900 метров вот постоянный подъем вверх до пика и постоянный спуск вниз кстати люди когда идут хайкают у них у кого этот спрей баллончик перцовый от медведей кто там я не знаю с карабином идет а я выживший из дикаприо смотрел голыми руками на медведя посмотрим еще кто кого гризли птички поют орегонские ели и мох везде на елях чирик 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 прохладно прохладно очень даже на солнышке то хорошо нам больше части не идем все и и Короче, подъем закончился. Слышите, как птички поют, я тут снимаю поле и просто охренел, шаста безоблачная, просто во всей красе, вот здесь вот был поворот туда, чтобы ее увидеть, мы идем, я такой не пропущу, ни хренаж себе, это же реально как Фудзияма в Японии, ты просто, у тебя настолько офигенный йоз, что ты ее без облаков поймал, я не знаю, а тут смотрите, уже второй день шаста без облаков, Кстати, да, мы когда в Кавагучика были, мы целый час потратили, чтобы увидеть Фудзи-сан без облаков, вообще, час сидели ждали, потому что каждый раз маленькое облачко какое-то там образовывалось, но подождали, сфотографировали, Наслаждались потом, я не знаю, чуть ли не полдня безоблачным вулканом, я прям побежал, 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 О, Маруся! Мать моя героиня труда! Ёкарный бабай! Японский магнитофон! Ну что, дальше движим, насмотрелись на гору, просто действительно, Нечто, такое, завораживающее Маленькое, ёлочки, какое деревце! Тут, смотрите, мы на самом верху, деревья обломаны Ну, а это уже, вот-вот, вот, ага, пина А это на кедр похоже, листва, вот, забор И смотри, Марусь, сколько молодых, красивых, маленьких Жу-жу-жу-жу-жу-жу, тебе не покажу Так, ну, сейчас мы опять, походу, выйдем И у нас вид на шасту будет Так, нам где-то через полтора часа надо, как бы, заканчивать эту тему Ну, мы вот на самом верху, сейчас уже вниз пойдем скоро И надо заканчивать, что вернуться в город, Марусь, интернет, надо у нее звонок По работе на час Шаста! А вон там вдалеке действительно Тринити Форест Тоже много-много-много ледяных Ну, просто весь верх там нет такого конуса, как таково Но, прям, видно, верхушка беленькая Обалдеть! И это все вулканы, 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 кругом вулканы На ту сторону тоже озера и вулканы Цветочки желтенькие О, смотри, Марусь, какие клевые Вот, ромашки какие-то, только желтенькие Огонь Озеро Жасточка А? Это? Ну да, это река Скорее всего, там где-то плотина стоит Вот озеро, маленькое, красивое Так, ну что, Гризли Пик Миш, 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 Миш Миш, Миш, Миш наш обманул Он сюда не пришел О, какой тут ветер холодный Ну, вниз Почапали Все, выжжено И растет новая растительность Новая маленькая елочка Здесь Обалдеть долина Так, вон за этим холмом, с той стороны, мы как раз шастолюбовались, теперь обходим этот пик, с другой стороны вниз уже движим, ровно полпути прошли. Ну, действительно, вообще ненапряжный хайк, подъем, как я уже говорил, всего лишь 300 метров, и он достаточно пологий был, на большое расстояние эти 300 метров были наложены. Продолжение следует... Нишина и спокойствие, птички поют, мухи летают. Ни одного оленчика, ни одного медведя я не видел, даже оленчика не видел, представляете? О, гриф индейка, смотри, Марусь, какая большая гриф индейка вон, буквально минут 15-20 до машины, и что-то вроде получаса до города, потому что Марусь через час звонок очень важный. Как раз на часик будет звонить, работать из машины. Ну, погнали в город, через 26 минут работа Маруси. Так, ну, мы снова в Эшленде, вот, здесь с утра мы уже были. Что, пауза у нас на целый час, Маруся работает. Главный генератор наших путешествий остался в машине. Мы приехали после хайка, вот здесь на час у Маши очень важный звонок, она работает. А я пока прогуляюсь, тут где-то парикмахерская есть. Пойду-ка я гляну на парикмахерскую, вот, через час поедем дальше хайкать. Это только мне так могло повезти, да, что сегодня вторник. Да. А в среду мы уже отсюда уедем. Ну, что, Маруся отработала, и мы поехали в очередной парк, благо ехать недалеко. Да, мы прям через весь Эшленд едем. Неплохо так у них, тут такие красивые домики исторические. А, это, походу, у них исторический центр. Не знаю, вон старинные дома а-ля Салуны. Кстати, о птичках. Температура у нас сегодня 28 градусов. Вчера 20-21 было. Позавчера вообще 13 мы приехали. Вот такие вот домики здесь. Неплохо, кстати. Ух ты! Красиво! О, да! Не, ну дома, конечно, тут тоже. Не домики, а домины целые. Просто посмотрите. Реально южный размах. Что, дом я тебе дам? Что, и дети твои там будут жить? 8, которых у тебя будет, и внуки. Ну что, припаркировали здесь такой элитный район и парк. Буквально милю всего лишь пройти. Ох, ни хрена себе, нам, походу, вон туда, на самый верх лезть. Вот, 0,2 мили. Хитроуд. О, хайкинг трейл, бёрдсонг. Это что, птички нам петь будут? Круто! Ну давайте, птички. Чирик-чирик. Птички, всё ради вас. Ха, коушен, поизон, ок. Ну да, Маруся с ним очень хорошо знакома. Она как маги вся в нём. О, оленчик сидит под батутом. Привет! Смотри, жуёт, и рожки какие-ли. Напрыгался. Напрыгался, но... Привет! Я чуть ни одной птички не слышу, по крайней мере, пение. Дубы кругом. И ядовитый плющ. Ядовитый дуб. Припекает-то на солнышке спинку. 28 градусов показывал термометр. Тем временем дорога пошла в горку, я тебе дам. Вон. На машине следы вижу. Но это скорее какой-нибудь Рубикон сюда мог зайти. А я? Не, я без вариантов. На Самотландре бы сюда. Хотя я бы попытался. Вот, давай сюда посмотрим. Там снизу такая же тема есть, тут буквально метров пять назад. Ага, чувак сидит и косяк курит. А, ну вот, куда мы шли. Вот такие вот каменные формации с видом на долину. Ну, круто, что. Как раз самое то место, чтобы сесть, косячок, раскурить. Я бы вот сейчас действительно отказался бы от бутылочки холодненького, прямо аж ледяного пивка. А, как бы я хотел выразиться в сандалю. Не, реально, я бы сейчас отпил ледяного баварского пивка. Вот с таким видом. Ух. Но, вид есть пиво, нет. Так что, идем выше еще. Вон туда, походу. Не знаю, Маша, мы не остановимся здесь. Надо на самую елку еще залезть. На самый верх, чтобы сидеть выше тебя вообще ничего не было. Какой кричать, нахрен, медведь. Где вот он? Миша, пошли. Медленно назад, медленно. Машину меня увидел. Маша, он сюда смотрит. Твою мать, пошли, медленно. Медленно. Ёпт. Так. Стой. Где эта тварь эта? Бурая. Маша, он сюда смотрит. Где он? Вон он, прямо по курсу. Короче, это, походу, будет последняя съемка. Если я сейчас не уйду, так что пошли отсюда. Что значит, не беги? Он нас не видит. Бегом. Не беги. Я знаю. Вот именно то, что он меня чувствует. Твою ж мать. Гризли. Самый настоящий гризли. Я прямо иду и смотрю, жопа коричневая торчит и шуршит. Я говорю, Маша, медведь. А она на меня сразу, ты счастлив? Понимаете, вот сколько бы мы не путешествовали. Я говорю, мишки, 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 мишки. Она говорит, ты меня задрал уже своими медведями. Нет, это деревья. Нету тут нахрен никаких медведей. Я вижу, как тут нахрен нет никаких медведей. Огромный медведь. Ну, я не знаю. Стеленочка такой приличный, мишка. Обалдеть. Ну, е-мое, ящерица. Морозь. Тут еще могут быть, так что смотри в оба. Нет медведей. Конечно, я счастлив. Я увидел мишку. Мишка в метрах 30 от меня травку там точил. Охренеть. Плохо видно. Я на телефон снимал. Реально плохо видно. Но а куда деваться? Лучше так ближе я не стал подходить. Ну его нафиг. Мишаня. О, Потапыч. Маша говорит, кричать надо, Маш. Кричать надо, когда он уже на тебя бежит. Не надо его дразнить изначально. Хайк закончился раньше времени. Представляете, мы так и не дошли до верха. Вот таким видом полюбовались и хватит. Видимо, мишка сытый был. Не, ну он прям в 30 метрах от меня. И он меня видел. Он нас чувствовал давно. Это было понятно. Класс. Я увидел. Цель поездки выполнена. А вот город. Буквально до Медведя мы поднимались. Но минут 20. Серпантином. А по прямой мишке спуститься 5 минут. И он возле жилого дома. Вот вам и штаты. Природа действительно живет бок о бок с человеком. Класс. Вот мишек видел. Койотов видел. Енотов видел. Лис видел. Я все видел. Рысь я еще ни разу не видел. А до хрена, блин, думал змея. Рысь. Змеи тоже видел. Вот рысь и пуму. Ну пуму я себя увижу, это все перебьет. Кстати, говорят, пума это самое опасное, что тебе может встретиться. Потому что медведь, он действительно шой. Ты начнешь хлопать, топать. Ну, мишка просто, у него натура такая. Он в драку сам первый не лезет. А вот пума, пума может. Я вас обманываю, тут иду. Хотел, я вообще думал, в метрах 50 медведь был. Я еще приуменьшил, дабы придать окрас медведь в 30 метрах. От нас был, Маша говорит, метров 15 было, максимум 20. Так что я еще, оказывается, и не приврал, а не доврал даже. Нет, действительно. Ну, 15 метров это нет, конечно. Но в метрах 25-30 он точно от нас был. Мы здесь шли, Маш. Я что-то не хочу туда больше идти. Нет, мы сюда пойдем. Я к тому, что мы должны были отсюда прийти. А, отсюда должны были прийти? А, потому что мы обратно немножко в другую мишку пойдем. Хорошо. Пойдем другого мишку найдем. Я хочу лупать, это не надо. Какую у него мордочка вот такая, какой-то балу был. Самый настоящий балу. Вы думаете, мы в машину идем, увидев мишку? Нет? Что, где? Маша, я тут иду рассказываю, типа у меня страха нет. О, боже мой. Мы вот налево в машину, а мы прямо идем. Там по-любому еще Миша не сидит. Это понимаете, сегодня с утра я, Маша, медведи, медведи. Я ей весь мозг вынес. Я говорю, вот там мишка, там мишка, там человек выходит из лесу. Я-то не видел, но он там пошел по своим делам и выходит из леса на тропинку. А я иду в телефоне, ковыряюсь или снимаю, поднимаю голову, передо мной кто-то выходит. То есть я еще не осознаю, что это человек и просто пугаюсь, ну мало ли медведь. Она мне, да ты себя накручиваешь, хватит уже, бесишь, бесишь. Вы представляете, я сейчас иду и жопа торчит. И я думаю, что это медведь. В эту же секунду понимаю, что это медведь. Вот так, Маша, прям медведь, медведь. И она сразу, да, ты счастлив? Мы, короче, счастливы, что мы мишку увидели. Аккуратно. Вот я теперь по этому смотрю, мало ли, Мишаня, где-нибудь здесь, прям поблизости. А может там Миша оленчика какого ел, я не знаю. Не, ну это сейчас эпик фейл будет, если камеру найдут, как бы от одного медведя ушли, а другой нас сожрал. Камеру-то все равно найдут рано или поздно, она же записывает. Жим-жим, спросите ли вы меня? Еще как! Конечно, жим-жим. Ну нафиг. Мишка это, блин, не собачка. Миша, тем более голодный, если. Ты как бы выходишь, да, за поворотом вообще ничего не видно. Что там? Выходим, там Мишаня сидит, лапу чешет, говорит, как долго я тебя ждал, дорогой, ходи сюда. Нам направо, да? Или налево? Во! Маш, хороший вопрос, свежие, какули медвежьи. Нам налево. Налево, это хорошо, там машина, пошли. Вот, что-то я не знаю. Прям свежие, какули. Мишка тут гуляет. Домики здесь в лесу, я вам скажу. Дворцы. О, терем. Или вон. Там еще привидение живет. Кентерберийская. Обуда. Сидит такой важный. О, домик. Веранда, у него веранда больше, чем у нас зал. Вот я вам еще домики покажу. Старенькие, но ухоженные. Это вообще весь зарос, там никто не живет. И, кстати, очень много домов стоит, что for rent, for lease, for sale. Прибыли. Представляете, одно единственное место в теньке. Остальные полностью открыты. Вот, речка. И вот люди идут в сандалиях, Марусь. Прямо по речке идут. А там вен парк, дети, всякие лазалки, горки. О, кстати, Маша, все это детская площадка открыта. Вон, полна детьми. Ну что, здесь просто двухмильный хайк. Вернее, прогулка вдоль речки. Вон там сверху Мишка живет. Класс. Не, ну блин, вот это просто кайф, понимаете, встретить Мишку. Я счастлив. Реально, путешествие спасено. Я увидел Мишку. Вот тот оленчик там спрятался в самом начале. Сидит такой с рожками вот так. Не хотел просто ужином стать. Трейл наш. О, пожалуйста, оставайтесь на трейле, иначе вас сожрет медведь. Вон. И тут они. Тут дети гуляют, и медведи. Нормально. Вот не поверьте, я до сих пор иду и высматриваю Мишек. Я, окей, ладно, поэтому я говорю Марусю, я уже достал с этими медведями. Каждый раз, куда бы мы ни пошли, если только мы заходим в лес, все, я иду, как сова, головой верчу на 270 градусов. И смотрю, где Мишки могут быть. Где же они могут спрятаться? Кстати, я поражаюсь по телевизору. Вот конкретно в Германии такую ахинею несут, что касается Штатов, что у нас здесь все закрыто. Это, да это просто парк городской. Смотрите, место для пикника открыто. Раньше было у нас, по крайней мере, все ленточками перевязано, хрен подойдешь. Тут открыто, гриль не хочу. Какой нахрен коронавирус? Люди, кстати, я говорю, я был в магазине, половина людей, в принципе, без масок. Маша сегодня зашла, ее бабуля поблагодарила, что она носит маску. Понимаете, тут насколько все просто. Ну, я уже с мамой сегодня разговаривали, понимаешь, 10 человек, 5 в масках, 5 без, можно снять, 5 в масках искать, какие штаты безалаберные, что без масок ходят. Можно снять 5 человек в масках и сказать, смотрите, какие они, у них там все плохо, они умирают, поэтому маски носят. Ну, целую картину, что 5 рядом сидящих без масок, рядом с ними сидят 5 других в масках, этого не показывают. У нас здесь все замечательно. Ну, по крайней мере, я говорю, Калифорния, Калифорния, в Лос-Анджелесе там задница, так же, как в Нью-Йорке. Но у нас в Бэй-эре, у нас все прекрасно, все прелестно. И вот здесь, в Орегоне, конкретно на этом месте мы уже третий день живем. Тут вообще настолько все живут на расслабончике, как Коля говорит, Бак, соучастники. Вот. И все как бы наслаждаются своей жизнью, никого не парит, никакой вирус. Кстати, вот справедливости ради, здесь мы когда вышли с машины, я даже знака не видел, который по всей Калифорнии у нас напичка на коронавирус, держите расстояние 6 футов друг от друга. Здесь даже этих напоминаний нет. То есть, я не знаю, они вообще слышали, что сейчас пандемия идет? Ну что, закругляемся. Сюда мы шли минут 20 от силы, 15. Дальше там моста не будет, поэтому здесь переходим. Блин, речка вся забита индейцами. Здесь, кстати, помимо мексиканцев, то, что здесь очень много индейцев. Действительно, индейцев-индейцев. Полная речка забита хиппи какими-то и индейцами, и семьями, которые с детьми купаются в этой реке. Ну что, сели в машину, загрузились и едем на следующий хайк. На один или, возможно, будет два коротких хайка. И они уже непосредственно вблизи нашего дома. Конечно, не в пешей доступности, но там рядом. И проезжая этот город, мы сейчас заедем за едой, к которой мы, Маша, суши. Я к мексиканцам зайду, возьмем с собой, которую мы будем есть уже после хайков дома. Прошу, мадемуазель. А вот, Маша, этот родхаус какой-то, походу. Вот информация. Гуд, тогда за едой. Настя, чувак, в магазин приехал, смотрите, какая прелесть. Обалденно. Короче, мексиканская еда называется El Paradise. Вот, я там, короче, себе кремитосов взял. Маша до этого суши взяла, вот, El Paradiso. Mexican Cousine. И теперь едем на хайк. До хайка 35 минут 30 километров. Там хайкаем. И потом где-то еще время у нас 6. У Маши с 8 до 9 звонок. Так что, думаю, 2 хайка не будет. Будет всего лишь один. И после него домой. Да, кстати. Это на секундочку Маруся в 6 проснулась и до 10 работала. Потом с 2 до 3 у нее еще работа была, звонок. И теперь с 8 до 9 опять. Говорит, заворачивать налево. Ну, завернем, окей. А вот если ехать прямо, буквально через сюда, что ли? Хренаж себе. А вон там прямо буквально через 5 минут мы живем. Так, у нас здесь Loop Trail 1,2 мили. То есть что-то вроде от 2 до 3 километров. А, 3 мили, Маруся говорит. То есть 5 километров. В час уложимся. По горам лазить не будем. Надеюсь, медведи нам навстречу не выйдут, что нам придется развернуться. И потом 10 минут до дома к котяткам. Камин разожгу, пивасик раскупорю. Мексиканскую еду свою съем, Маруся суши. И сериальчик посмотрим. Что, попылим? 60 километров в час. 80. Так, ладно, мало ли оленчик выбежит. Или Мишаня. Мишку жалко будет. Оленчиков много, а Мишек мало. Терн лефт, а здесь? Еще более убитая дорога. Кажется, на всех пунктирум отмечен от трейла. Не знаю, почему ты туда не туда. Но мы правильно едем? Да, правильно, потому что не знаю, почему ты туда не туда. Можно ехать, потому что на карте туда не пунктиручек. Хорошо. Прям сгорело. Задние колеса целые, еще накаченные. А передние просто сгорели. И дотла вся машина. Интересно. Так, давай от машины далеко не отходи сначала. По сторонам посмотрим. Леш, давай не промази. У меня звонок сейчас. Поехали домой. Нас сейчас медведи здесь сожрут. Книжку включили. Идем, слушаем. Сношев в бок и повернулся к другому, который, бросив копье, взмахнул двуострым боевым топором. Лезвие топора полоснуло с трона по плечу, и он сморщился от боли. Но скользнув в сторону, успел перехватить топор за рукой. Лезвие топор за рукой. Лезвие топор за рукой. Вышли из леса. Красота какая. Фух, о, луна. Короче, в лесу я ни мишку не видел. Слава богу. Красота. Грин Спрингс Маунтин. Вот так называется этот трейл. Часть Пацифик. Крест трейл, который очень большой от Орегона до Калифорнии, продолжается. А вот дорожка, вон туда вот, по кромке леса. Ух ты, вон голова, е-мое, вон там голова. Полметра. Ползи. Ползи отсюда. 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 Мы живы, вон наша машинка стоит, ждет. Сели и ехали, через 5 минут уже с котятками будем. Сегодня мы прошли 19 километров и поднялись на 146 этажей. О, хозяйка дома. У нее этот... муж ногу сломал, в больничку к нему ездил. Сейчас я за дом схожу, а вон дрова, все я вижу где дрова взяты. А то я все спалил за два дня, а нам еще две ночи ночевать. Котятки? Нет, котяток спят. Ой, моя красотулька. Моя лапочка, да, моя лапочка. Где мой другой лапочка? Ой, все, спит? Спит еще? Спит, спит, спит. Иди ко мне, мой котенок, иди сюда. Бегом, иди ко мне. Ой, балеринка какая, ой, балеринка. Ну иди сюда. Ну нет, давай, давай валяйся рядышком, давай сюда. Вот валяйся. Давай, вот валяйся, валяйся, валяйся. Кто валяется? Ой, Вика, иди сюда А ну-ка, беги-беги-беги Беги-беги-беги-беги Ой, да, беги, падай И давай, вот пузико Давай валяться, валяться Мур-мур-мур Мур соскучился Мур-мур-мур мой Ой, мур-мур Да Красотулька моя Ой, да, упала Ушки тут Ушки Смотри, Маруся, мионка тоже Котятки Что котятки? Что тут? Попрыгушкины Что такое сверки? Так, костер горит Ну, неплохо я вам так скажу Это как раз чипсы, тортилья с сальсой для пивасика под сериальчик Это у нас лепешки кукурузные Креветочки Вот рис я не ем с бобами Я говорю, дай мне помос хотя бы Видимо, уже куснул, да? Мия только что достала Смотрите, какой муравей по сравнению с котятками Сьеру позавчера куснул Она его теперь не трогает Ну, можно, по крайней мере, от него убирает Лапкой только А вот мионыш Мия прям их жует Нет, Сьера тоже сейчас Вот, ешьте его, ешьте Дай ему, дай ему Ну, попал муравей, короче Зря он забрел на их территорию Так, помянем Пепси-колой муравья Его уже нет Ой, кайф какой Субтитры сделал DimaTorzok